Спасибо, что вы пригласили меня принять участие в том, что касается сейчас отметить 90-летие со дня рождения Юрия Николаевича Холопова. Я сначала скажу о том времени, в какой жил Юрий Николаевич, потому что сейчас настолько другие времена, что люди не представляют себя, как мы тогда жили. И что это была за работа, за деятельность, за просто вот такая вот человеческая жизнь. Дело в том, что когда у Евтушенко спросили, что объединяет его поколение, он сказал, что война. И он был прав. Все наше поколение выросло на примере тех нечеловеческих подвигов, которые совершал весь народ, советский народ, во время Великой Отечественной войны. Это было наше воспитание, это была наша школа. И когда потом нам пришлось уже самим действовать, то я это назвала Великой Отечественной войной за культуру. Это тоже была очень сложная, чрезвычайно напряженная и опасная война. Это не просто борьба. И из этого поколения, шестидесятники, мы все-таки шестидесятники, это поколение, которое как раз и создавало все, что после войны уже досталось создавать. И в это поколение входит Юрий Николаевич Холопов, как уже Ессон Денисов, как Родион Константинович Едрин, как Майя Михайловна Плесецкая. Ну, много можно назвать. И тут я скажу о том, что настрой, вот такой человеческий настрой, это держаться своих принципов, считать, думать, вот о чем мы думали, и выполнять то, что мы считаем. Что называется, делай как должно, и пусть будь что будет. Вот такая есть знаменитая фраза. Вот это был, можно сказать, девиз нашего поколения. Шли именно делать то, что надо, чтобы с нами вообще не происходило. И вот у Юрия Николаевича как раз вот такая типичная судьба шестидесятника. Сейчас, оказывается, молодые совсем не помнят о том, что у него был провал. Провал с его кандидатской диссертацией. Я когда говорю «провал Холопова», люди удивляются, что такое, уже забыли за это время. Я считаю, что нужно напомнить, потому что это говорит о том, в какой атмосфере вообще творчество шло. Кафедра теории музыки, тогда, где работал Юрий Николаевич, ухитрилась, умудрилась, додумалась провалить самого главного, самого талантового теоретика России, Советского Союза, который тогда был Юрий Николаевич Холопов. Что она делала? Собрались бездарные консерваторы. Я скажу еще о том, какой это был консерватизм, чего они придерживались, чему они учили. И четыре недели подряд они выстраивали вот это вот обвинение. Четыре недели сговор был такой вот внутри кафедриальной. Четыре недели обвиняли Юрия Николаевича в том, что у членов партии были всегда такие формировочки, бажоразное разложение. У них были готовые такие формулы, которые моментально прилепляли. Это было такое всеобщее представление о том, как надо осуждать самое передовое. И вот в течение четырех недель выступали, выступали, выступали. Причем кто выступал, я скажу, чего они придерживались, я тоже об этом скажу. И в результате того, что когда целый месяц шла вот такая негативная работа, и вынесли решение, что книгу Юрия Николаевича Холова «Современные читы гармонии» про Гофьева надо осудить, ее не преподавать, не издавать, ничего, его на кандидатскую степень не пропускать. И он смог защитить кандидатскую диссертацию спустя восемь лет. Вот это не все себе представляют. Восемь лет. Причем если человек осужден, то от него стараются все держаться подальше. Но, к счастью, наши студенты консерватории, они были тоже мужественные. Они шли к нему в класс, несмотря на то, что он был осужден вот так вот кафедрой. И, в общем, был вот такой вот черный фигур. И он мне говорил, я поддерживаю мою фамилию, чтобы фамилия была все-таки еще на плаву. И о том, чего добивался Юрий Николаевич своими новыми теориями, это, я думаю, сейчас хорошо изучено, это преподается. Это его знаменитый центральный элемент гармонии. Это действительно его огромнейшее открытие, которое просто просветляло наши мозги. Потому что оказывалось, что по согласно центральному элементу не обязательно исходным созвучием должно быть трезвучие мажорное или минорное. Может быть, и какой-то диссонанс. И поэтому, если начальная структура вот такой определенный строительный диссонанс, и дальше он повторяется, то в этом есть огромное упорядочение, есть огромная логика. То есть это не случайная фантазия Прокофьева. Он думал, вот здесь вот еще диссонанс, еще диссонанс. Открылась глубочайшая упорядоченность, что оказывается вот в этом диссонансной стихе, я сейчас скажу еще, как относили к диссонансу, оказывается, она закономерная, она упорядоченная. И она, кстати, не только наше сознание, но и наше слышание тоже открывает. Мы же слышим начальное, потом слышим вот это повторение, в каком-то другом варианте. И мы слышим глубочую гармонию, совершеннейшую гармонию музыки, которую благодаря этому понятию Юрий Николаевич нам всем открыл. Я считаю, что это очень важно. Ну и это очень хорошо известно. Ну и то, что он утверждал закономерность и правомерность хроматики, здесь он тоже шел против какого, такого течения я скажу, против какого. Вот, что 12-полутонная система, она закономерная, она должна существовать, она имеет право быть в музыке, вот он это доказывал в своих трудах. А каков был тот уровень теории, из которого он выпрыгнул на несколько ступеней вперед? Уровень теории. Ну, не буду называть фамилию, чтобы недостойных людей сейчас не упоминать, но ведущим теоретиком считался тот, кто приобретет гармонию. И вот был один такой профессор по гармонии, который считал, что гармония может быть только диатоничной, а любые хроматизмы – это нарушение гармонии, это вредоносно, и те, кто с этим надо бороться, это надо осуждать, то есть уровень, который даже не имеет исторических каких-то аналогов. Одна диатония, а хроматика в какой-то мере еще. Можно допустить, что полный хроматика – это было зло, с которым надо было бороться. И такая установка. Это установка на современный музыкальный язык, что только диатоника может быть основой гармонии, никакой хроматики. Теперь была еще установка относительно истории. Вот тут, может быть, недостаточно сейчас оценено, какую роль в развитии исторической науки сыграл Юрий Николаевич Холопов. Потому что когда он учился, начинал работать, когда, можно сказать, только в становлении свое, то музыка преподавалась только в пределах того, что исполнялось в концертных залах. То есть от 18 века, 18-19, 20-е, это уже, вот видите, там уже много осуждалось. А то, что до этого, раз не исполнялось, оно было вообще как на Луне. То есть это было совершенно нечто чуждое, никому в голову не приходило, что этим можно заниматься. И когда Юрий Николаевич своему будущему студенту, Михаилу Александровичу Сапонову, дал тему Машо, то тут же консервативность взыграла. И я буквально слышала, я слушала вот эти лекции и слышу, нашелся один музыковед, который занялся плохим композитором Машо. Вот так. Это обучает студента. Плохой композитор Машо. То есть настолько история была еще не затронута, что Машо, раз он не исполняется, раз наизу всего данный профессор не знает музыки, не знает, значит, он плохой. Вот такое представление об истории. И надо сказать, что вот импульс к развитию истории Юрий Николаевич дал очень мощный, потому что он стал вставить вопрос о том, что и средние века, это музыка, и античность, это подошел, и к античности изучал, и теория античности. И вот этот импульс исторический. Сейчас нам кажется, а как же иначе? А тогда всего этого не было. Это было, я говорю, как новление. Машо, это новление, там где-то там можно. Представь себе, было так. И только то, что звучало в концертных залах, самый старый композитор был Иоганн Себастьян Бахов.